так ребята это видео я пишу для участников школы и в принципе для человек который выполняет все задания то есть практическая работа спай там именно практическая сервер смотрите вот если вы когда-нибудь делали ну до этого вас была винда и там если делать дефрагментацию то дефрагментация делается в несколько проходов то есть одни и те же действия в несколько проход вот мы поступим наверно сходным образом потому что в данном случае смотрите мы с вами писали наш зоопарк но для людей которые начали с этого видео я немножко поясню сейчас понятно было ребятам значит ребят смотрите мы сергей занимается python именно практической стороной python было придумано задание зоопарк и по ходу задания мы делали несколько вещей первое сначала работали с функциями то есть начали учиться применять типы объектов списки словарей кортежи в жизни для новичков еще дополнительно поясню ну например если вы собрались пойти в магазин да вот большие магазины сейчас есть типа там евроопт мы что делаем мы как правило составляем список на бумаге до а потом ходим и грубо говоря вычеркиваем когда купили какой-то продукт такой же принцип заложен программирование только здесь отличительной чертой того же списке являются квадратные скобки так язык программирования python понимает что это список при этом смотрите сереж дальше ребят я для людей школы а вы уже будете в школе будете понимать смотрите мы начали с того что мы начали добавлять определенные слова то есть допустим строительство дома кирпич лопаты песок цемент так далее так далее то есть тренироваться с типами объектов python чтобы понять вы первоначально великолепно справились то есть в конце концов на выходе мы получили уже зоопарк наш на классах где он там делся но это был начальный период грубо говоря дальше двигаться я не имею смысла потому что вы заметили что вот мы пришли к этому то есть у нас недостаточно опыта оказалось работ с объектами почему потому что правильно даже если взять мы брали задачу упрощенную то есть вписывали животных совершенно реальных чтобы нам вообще научиться как-то работать но согласитесь в нашем зоопарке допустим кастомно вбивать тигр жираф заяц кабан медведь и так далее это не имеет смысла то есть надо сделать программный код при помощи добавления именно в тот же список потому что сегодня медведя завтра жирафа привезли то есть нам надо выйти перейти на следующую ступень на следующую ступень сделать код немножко более профессиональным что было положительного в первом этапе то есть по сути дела мы потренировались начали с функциями и писали 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 наш зоопарк то есть затронули функции затронули типа объектов потом вы уже перескочили на классы но на данный момент обнаружили что очень-очень много дырок обнаружили я уже обнаружил и стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп где наш код сейчас попробуйте пока выполнить вот мое задание до ввести импут то есть добавление объектов теперь вот что будем делать нам надо вот все эти дырки и хвосты подтянуть лучший способ это пройти все заново но задача то есть мы на данный момент пока зоопарк вообще оставив покое и я придумаю новое задание но надо идти опять сначала почему потому что когда здесь у нас так получилось что так как быстренько вы захотели прийти к классам здесь я проговорю положительный момент который я вам написал с одной стороны то что мы уже прискакали не пришли а прискакали потому что все очень быстро было классом это неплохо у нас есть преимущество какое то есть мы можем работать практически со всем python сразу мы будем работать во первых пределах классов да то есть тренировать классы далее второй момент мы будем работать с методами это значит то же самое методы тоже функция только в классе называется метод то есть мы еще больше подтянем функции но а логику функций само собой мы будем прописывать при помощи типов объектов списков словарей кортежей python да но при этом полноценно у нас сейчас не получится потому что любая программа она как правило лучший вариант чтобы на данном этапе все начать переписывать с нуля именно как я говорил с планированием сейчас мы можем нечто добавлять в зоопарк но по сути дела если писать его как программу то есть то можно сейчас посмотрим как это сделать то надо все таки переходить опять к самому началу и уже продумывать продумывать я просто хочу если даже мы оставим зоопарк то усложнить задачу в несколько раз чтобы максимально задействовать работу именно с объектами потому что основа это работа с объектами мы можем изучить функции которые мы изучили мы можем изучить классы но как правило с объектами если мы не накапливаем достаточно опыта работа с объектами работа с поиском решения то у нас вечные дырки у нас вечные дырки которые потом довольно сложно значит закрыть когда человек вроде знает поэтому как правило уже нет времени то возвратиться то сесть и он начинает все познавать кусками это большая ошибка поэтому надо делать лучше сразу да то есть вы поняли классы методы и сейчас в данном случае у нас получается очень большой провал в самой кропотливой работы с объектами чем это можно сравнить но это примерно как ремонт автомобиля мы в принципе понимаем как открутить стартер да но взять его и перебрать и сделать чтоб там поменять щетки чтобы заработал мы не можем потому что это уже идет действительно глубокая работа да так вот поэтому лучший способ переписать программу полностью я вот еще подумаю либо придумаю новое задание чтобы глаз не зашоривался да либо это перепишу но именно в данном случае стоит задача не убрать всю кастомность программы и заменить все все объекты именно объектами python python в абстрактном смысле например если мы хотим добавить неких животных мы можем мы должны мочь и то есть у нас должно получаться что мы можем добавить хоть 100 животных хоть 200 животных но при помощи определенного метода допустим именно метода чтобы мы могли добавить следующие моменты обратить особое внимание на типы объектов то есть где-то возможность список вот и вы правильно уже выбирали допустим для поиска словарь а где-то где нам на нужно исключить категорически исключить допустим доступ это открытие клеток ну например что клетка должна быть открыта когда как мы там придумали условия когда когда находится рядом с администратором смотритель животных и здесь уже нам надо использовать только кортежи то есть чтобы допустим будем предполагать так злоумышленник не мог изменить что придет администратор клетки на бац автоматом у нас же автоматический зоопарк открылась да и живота тигр вышел и покусал администратора то есть для этого нам надо очень четко будет работать с типами объектов то есть там где в данном случае у нас опасные места применять только кортеж то есть то что нельзя изменить никоем случае извне вот так вот такой вариант пойдет потому что если мы сейчас дальше двинемся дальше по пайтам то эти дырки никуда не денутся правильным будет и логичным это используя предыдущий опыт переписать либо зоопарк но я думаю будет правильнее придумать другую задачу и предыдущий опыт который дает первое понимание вот мы прошли много шагов с вами до нам даст уже строить немножко с другим опытом задачу с расчетом на то что потом в классах мы будем двигаться дальше ну а там посмотрим то ли мы ее обернем мобильный интерфейс то ли в обычный интерфейс то есть делаем как пульт управления ну посмотрим вот так ребят в описании видео и касается ребят школы тех кто новичков сейчас будет одно видео то есть я туда добавил добавлю ссылку и на второе видео потому что второе видео я хочу записать и рассказать что какую цель мы преследовали чтобы понимали ребята которые присоединяются к школе в описании видео берете ссылочку и смотрите видео еще одно